Майкл Свитц Родился в Брусселе, где он был крещен 29 сентября 1618 года в церкви святого Николая. Мало что известно о ранней жизни художника и ничего о его обучении. В 1645-1656 годах работал в Риме, развивал жанр бомбочаты, над начальником которого был Питер ван Лар. Посещал собрание Академии Святого Луки, хотя не был членом гильдии. Известен как имеющий связи с членами художественной конгрегации виртуозов Аль Пантеона. Конгрегация была корпорацией художников, которые организовывали ежегодные выставки своих картин на металлических перилах перед Пантеоном. Несмотря на фрагментарный характер свидетельств, относящихся к его карьере в Риме, похоже, что Свитце удалось создать себе достаточно солидную репутацию, чтобы его пригласили поступить на службу к правящей папской семье, семье Памфили, или в частности к принцу Камилу Памфилу, племяннику правящего папой Иннокентия X. В 1659 вернулся в Брюссель. В Брюсселе вступил в местную гильдию Святого Луки в 1659 году. Он открыл Академию в Брюсселе, где его ученики могли работать с живыми моделями и антиквариатом. Затем он отправился к португальским иезуитам в Гоа, где, как сообщается, умер в возрасте 46 лет. По предположению, заболел душевной болезнью. Просединился к иезуитам, отправился в миссионерское путешествие и умер. Одним из первых в нидерландской живописи стал писать портреты простых людей. Среди них наиболее известен портрет молодой служанки, созданной несколькими годами раньше знаменитой девушки с жемчужиной Сергой Вермер. Проявлял интерес к изображению обычных людей и изучению характеров и различных выражений. Его тематика была в творчеству голландских художников-жанристов, таких как Питер де Хуч и Вермер. Ряд композиций посвящен предметам, которые, по-видимому, имеют аллегорическое значение. Многие из его работ до сих пор ускользают от полного понимания современной науки. Некоторые из его портретов несут аллегорические смыслы и соответствуют нидерландской традиции изображения пяти чувств. Примером может служить серия из пяти портретов мальчиков и девочек, представляющих пять чувств, которые сейчас разосланы по различным коллекциям. Свитц выгравировал небольшое количество пластин. 21 пластину. Они были выпущены небольшими тиражами, что делает его гравюры исключительно редкими. Он выгравировал серию из 13 пластин с латинским названием «различные лица для использования молодежью и другими», которые служили образцами для рисования студентами в его академии. Надо сказать, что ряд его работ приписывались Вермеру и Терборгу. Ну, вот такие вот небольшие данные из переводной википедии о фламандском художнике-гравюре периода барокко, который известен своими аллегорическими и жанровыми картинами и портретами, Майкл Свитц. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего. Смотрим работы. Майкл Свитц.